Приветствую всех, кто присоединился к передаче сегодня. В сегодняшней передаче я бы хотел затронуть несколько вопросов, которые, безусловно, волнуют многих из нас, и в России, и в Азербайджане. Многих в Соединённых Штатах волнуют, в Европе. И одним из таких вопросов является вопрос Дональда Трампа. Иначе говоря, будет ли он сидеть в тюрьме или не будет. Сейчас, сегодня этот вопрос задают себе практически все взрослые люди, живущие на планете, потому что все следят за тем, как происходит процесс уникального случая в истории Соединённых Штатов. Да и не только, я думаю, Соединённых Штатов, а вообще мировой истории, когда бывшего президента Соединённых Штатов привлекают к судебной ответственности. Ожидается, что во вторник его арестуют. Но это не совсем так. С него возьмут отпечатки пальцев, его сфотографируют в амфасе, в профиль, но и предъявят ему обвинение. Но сразу он сидеть в кутузке не будет, конечно, безусловно. Его, скорее всего, суд выпустит под залог. Это обычное дело для Соединённых Штатов. Какова будет сумма залога? Я думаю, что здесь будет речь идти о довольно-таки серьёзной сумме. Несколько, минимум, десятков миллионов долларов. Ну, пожмём, увидим. Я на другом хочу сконцентрировать ваше внимание. Многие считают, что Трампу предъявили обвинение в том, что он якобы спал с проституткой или за аморальное поведение. Нет, конечно. Дело в том, что ни один и ни два президента Соединённых Штатов за всю историю Соединённых Штатов они были уличены в таких вот, я бы сказал, в эротических эпизодах. Тот же, скажем, Джон Кеннеди был известен со своими амурными похождениями. Или, скажем, Билл Клинтон. Тот же Рузы. Нет, не за это Трампа привлекают к ответственности. Это шалости. Шалости, которые позволяют себе многие мужчины. В том числе и президенты. Но его привлекают к ответственности судебной за то, что он пытался заткнуть рот проститутки за счёт денег избирателей. То есть из кассы избирательной кампании. А вот это уже преступление в Америке считается. Именно за это, эти вот 130 тысяч долларов, Дональд Трамп мог бы заплатить из своего кармана, если бы не был бы таким жадным. Но он решил заплатить из фонда избирательной кампании. Вот за это он будет нести ответственность. И не только за это. По всей вероятности ему предъявят как минимум около 30 обвинений по другим статьям. То, что он будет сидеть в тюрьме, я в этом не сомневался и не сомневаюсь. Причём я не сомневался в этом ещё даже в тот период, когда он только баллотировался в президенты в 15-м году. И я это повторял, свою уверенность в том, что его арестуют, что он заслуживает тюремного заключения, когда он пребывал в качестве президента в Белом доме. И в этом есть мои публикации в Фейсбуке и передачи. То есть я не из тех, кто топчет ногами уже упавшего. Я его топтал, может быть, не ногами, но словами, ещё в период его пребывания в власти. Это то, что касается Трампа. Но тут есть очень большая связь между Трампом и тем, что происходит, допустим, в России, в Украине. Вы, наверное, многие из вас понимают, что если бы Трамп задержался бы ещё на 4 срока, то с большей вероятностью, можно сказать, он бы, конечно, поспособствовался тому, чтобы Украина проиграла войну с Россией. Вернее, даже я бы сказал, он бы помог России дойти до Киева. Безусловно. Я в этом не сомневаюсь. И, в общем-то, миру повезло, что в Соединённых Штатах исправили свою ошибку избиратели и остановили свой выбор на бане. Хотя, с моей точки зрения, это тоже была ошибка. Потому что в таком возрасте... Кстати, Дональд Трамп тоже не молод. Ему 77. И он пытается ещё раз стать президентом. Это глупейшая идея. Даже если бы он не был бы преступником, политическим мошенником, финансовым аферистом. Или, я бы сказал, невоспитанным человеком, аморальным типом. Даже если бы всего этого не было. Он... Слишком поздно занимать пост президента в любой стране, а тем более в Соединённых Штатах. В таком возрасте. Я сам такого же возраста. И я знаю, как мужчины чувствуют себя в таком возрасте. Это не тот период, когда вы можете управлять государствами, государственными делами. Это тот период, когда вы должны отдыхать. И заниматься самим собой. Это касается и Байдена, кстати. Но избрали, так избрали. Я не знаю, даже досидит ли он до своего первого, до конца срока первого. Но в любом случае нам повезло с тем, что у него достаточно грамотный и молодой по возрасту вице-президент. Довольно симпатичная женщина. И, кстати, грамотный адвокат и юрист. И я надеюсь, что следующим президентом обязательно станет Каман Харрис. Теперь, что касается связи между Трампом и Путиным. Я очень надеялся всегда, что когда Трампу предъявят импичмент, то обязательно выяснится его тайные, секретные связи с путинской Россией. Я не сомневаюсь в том, что Трамп и Путин имеют очень тесные связи. Причем тайные связи. Через какие-то банковские каналы. Или, может быть, даже не банковские каналы, а через частных лиц доверенных. Но, в любом случае, Трамп, по-моему, и не скрывает, не пытается скрывать своих симпатий в адрес Путина. И он уверен в том, что их личные криминальные, я бы сказал, связи с Путиным не вскроются. Потому что их трудно доказать. Безусловно, он прав частично в том, что если между людьми происходят коррупционные сделки наличных, а не с чеком или кредит-карты, или транзакции через банковскую систему, то найти доказательства этой сделки очень трудно. А Путин в таких случаях использует только наличные каналы. И поэтому Трамп надеется и уверен в том, что это не вскроется. Ну, напрасно. Мне кажется, придет время, и мы все с вами узнаем, в конце концов, насколько Трамп увяз в кармане у Путина. Собственно говоря, в кармане у Путина тесновато. Там очень много политических деятелей, и не только из Соединенных Штатов Америки. Из Европы, в основном, здесь Германия, и из Франции есть достаточно солидные люди, политические деятели, которые сидят, я бы сказал, в зарплатном листе путинском, кремлевском. И, как вы обратили внимание, наверное, и сам Путин, и его окружение ближайшее, они до сих пор, даже когда начато расследование в отношении Трампа, они все еще уверены в том, что вполне возможно Трамп выйдет сухим из воды и обязательно вернется в Белый дом. Почему? Потому что Трамп их устраивает. Трамп устраивает, потому что Трампа купить можно. Или, может быть, даже уже можно было. Купить и купили. С потрохами. Вот. А таких, скажем, президентов, как Обама или Дьозеф Байден, таких президентов очень трудно купить. Я уверен, что Путин пытался. Но у него ничего не получилось. Теперь, что касается того, что произойдет с Россией. Я думаю, что это тоже вопрос, который многих интересует. И не только, скажем, в Украине. И не только в Европе. Которое, в общем-то, стало лицом, перед лицом большой угрозой. До сих пор стоит. Но и, вы знаете, в самой России очень многие сегодня интересуют, куда же катится Россия. И когда чем закончится эта пропасть. Это бегство в пропасть. Я думаю, что мы все наблюдаем, с какой скоростью Владимир Путин продолжает этот путь в сторону пропасти. Не только для себя. Для себя черт с ним. Многие даже, может быть, обрадуются, что он, допустим, споткнулся и упал. Очнулся перелом. Но речь идет о государственности России. Вот о чем идет речь. Как сказал в свое время Володин, нет Путина, нет России. Но ведь Путин это не Коще бессмертный. В любом случае, даже если бы не было Бургарского суда или международного трибунала. Или санкций, или изоляции. В любом случае, Путин не бессмертен. Он должен уметь, должен уметь когда-нибудь. И вот тогда, безусловно, перед Россией, которая, в общем-то, страдает от изобилия санкций. И экономических, и политических, и дипломатических. Тогда кто бы не пришел к власти. Я подчеркиваю, кто бы не пришел к власти. Даже если это будет двоюродный брат Путина. Это не имеет значения. Он столкнется с необходимостью поднять экономику. Поднять уровень жизни россиян. Потому что иначе он не сумеет продержаться после Путина. А это обязывает его пойти на определенные компромиссы. Чтобы западные страны сняли санкции экономические хотя бы. Я уже не говорю о политических. Так вот, поэтому я уверен в том, что после Путина любой президент или глава государства в России сумеет найти способ идти на компромисс с западными странами. Естественно, война закончится. Капитуляция России, безусловно. И Россия будет обязана заплатить репарации. Очень большие репарации. Я думаю, что эти репарации обойдутся России в столетии. Многим поколениям россиян, нескольким поколениям россиян придется расплачиваться за те разрушения, которые производил и производит в последнее время Владимир Путин. Он исходит из принципа «после меня хоть потом». Это нарисовано, написано на его лице, если вы внимательно следите за его выступлением. Теперь, что касается вопроса, который многих интересует. Будет ли ядерная война? Будет ли третья мировая? Или, как любят говорить иногда, четвертая. Учитывая то, что, скажем, холодную войну в России проиграла с развалом СССР. Я больше чем уверен, что ядерной войны не будет. Я исхожу из чего? Вы тоже можете исходить из собственных соображений или из тех, которые я вам предложу. Например, задайте себе вопрос. Какой стране сегодня было бы выгодно начать ядерную войну? Скажем, вот, Соединённым Штатам выгодно начать ядерную войну? Ответ очевиден. Нет. Потому что Соединённые Штаты в этом случае рискуют нанести некоторый ущерб и своей территории, своим людям. Полные гарантии от того, что они в безопасности, никто в Соединённых Штатах не ощущает себя. И поэтому здесь главенствует принцип такой, что в ядерной войне победителей не будет. Хотя я иного мнения. Победитель будет. Но этот победитель тоже выйдет победителем, искалеченным победителем, я бы так сказал. Теперь, я не буду касаться каждой страны в отдельности, но, скажем, какая страна Европы захотела бы начать ядерную войну? Ответ очевиден. Не одна. Исключая даже, скажем, Великобританию. Тоже не хотела. Или, скажем, хочет ли ядерные войны Китая? Категорически нет. Абсолютно нет. Потому что Си Цзиньпин ставит перед собой, и это очевидно, судьба его действий, экономические задачи, экономические цели. Потому что прокормить такое население, как китайское, ядерной войной невозможно. Прокормить такое население может только тем или иным экономическим способом. То ли коммунистическим способом. Капитолия – это другой вопрос. Но главное, чтобы экономика развивалась. Иначе Китай, по мнению многих экспертов, стоит перед угрозой экономического коллапса. Не сегодня, не завтра. Но, я бы сказал, в среднесрочной перспективе китайская экономика буквально может обрушиться. И если знают об этом эксперты, и я, допустим, то, я думаю, Си Цзиньпину тоже это известно. И он вряд ли хочет, значит, другое дело – отвечать на угрозу. Да, многие страны готовы ответить на угрозу. Теперь давайте ответим на вопрос. А хочет ли Россия ядерному конфликту? Категорически нет. В России, да, есть кучка идиотов власти, которые, конечно, хотели бы под ядерной катастрофой, под ядерной стычкой, столкновением, укрыться в бункерах и, в общем-то, уйти от ответственности на некоторое время. Есть такая кучка. И это, кстати, вот Дмитрий Медведев, скажем, Патрушев, да и многие другие. Сам Путин был бы не против. Но всё дело в том, что Путин, который сегодня рулит, а не Медведев, конечно. Если был бы Медведев, я бы ещё затруднился бы с ответом, начнёт ли ядерную войну, скажем, Россия. Медведев – это наркоман окончательный, он, по-моему, давно спившийся алкоголик и потребляет героин, кокаин. Такие люди во власти – это очень серьёзная угроза не только для страны, но и для мирового сообщества. А вот другое дело Путин – он не пьёт. Ну, может быть, и колется, может быть, и принимает. Но, видно, скорее всего, он принимает медикаменты, скорее, чем наркотики. Да, среди этих медикаментов могут быть те, которые содержат наркотики. Поэтому он иногда выглядит вальяжем, таким вот безнаказанным и так далее, вседозволенным. Это всё влияние медикаментов, безусловно. Но хотеть-то он хочет в ядерной войне, в ядерного конфликта, чтобы как-то, может быть, выйти из этого позора, который он затеял против Украины. Но дело в том, что он сам, хоть и дурак, но понимает, что ядерный удар или ядерная война даже не решит той проблемы, той цели, которую он вставил перед собой, вторгнувшись в Украину, то есть завоевать Украину. Наоборот, он как теряет Украину, так ещё в большей степени потеряет Украину вообще. Дело в том, что, чтобы завоевать какую-либо страну, в том числе Украину, любой стране, в том числе и России, необходимо своими войсками дойти до Киеви. Занять столицу, убрать руководство страны или вынудить их уехать в эмиграцию, занять определённые позиции в правительстве, провести какие-то политические реформы, расстрелы и так далее, иллюстрацию и установить своего очередного марионетку на власть. Но, как видите, ни таких сухопутных войск у Путина нет, чтобы дать такие, ни даже его ракетные удары, они помогают ему заставить руководство Украины, допустим, эмигрировать или сдастся. И это не происходит и не произойдёт. И тем более, что боеприпасы у Путина не бесконечны. Они кончаются. А вот угрожать, шантажировать, да, это политика Путина. Причём это не вчера, не сегодня. Это политика шантажа появилась у него, я бы сказал, после 2007 года, после Мюнхенской известной речи. И поэтому многие сегодня задают вопрос. А зачем же тогда он установил тактическое ядерное оружие в Беларуси? Действительно, глупейший шаг. И знаете почему? По двум большим причинам. Первая причина заключается в том, что тактическое ядерное оружие у него находится и в Калининграде. Это ближе к Европе, чем Беларусь. Чем Минск. Он может использовать ядерное и тактическое ядерное оружие, которое расположено в Калининграде. Если он до сих пор его не использовал, зачем он будет пользоваться ядерным оружием, размещенным в Минске? Вторая серьезная причина заключается в том, что никому, в том числе его союзникам, так называемым, хотя я бы их союзниками не назвал, многие преподносят в России Китай, как союзника России, но это на самом деле не так. Китай отказался подписывать с Путиным военно-политический союз. Они всего лишь характеризуют себя, квалифицируют себя, как соседние государства. Так вот, кстати, стоящие спиной к спине, не плечом к плечу, а спиной к спине. Обратите внимание, Китай очень четко выбирает выражение. Так вот, Китаю невыгодно. И Китай категорически против размещения Путиным тактического ядерного оружия в Беларуси. Скажите, почему? Отвечу. В первую очередь, потому, что это развязывает руки западным державам, Соединенным Штатам и странам НАТО. Я не вижу, что они поступят так. Вполне возможно, поступят, а может быть и не поступят. Но у них развязываются руки. Такая страна, как Япония, она и экономически, и дипломатически, и технологически давно созрела для ядерного оружия. И она давно готова разместить на своей территории тактическое или стратегическое ядерное оружие, если его предоставит любая из западных стран, даже Англии или Соединенные Штаты. Нужно ли Китаю иметь ядерную державу в качестве врага у себя под носом? Японию? Нет. А ведь кроме Японии там еще есть Южная Корея, там еще есть Вьетнам, с которыми Вьетнам, с которыми взаимоотношения Китая далеко не безоблачные. Не согласен с распространением ядерного оружия по другим странам и Индия. Потому что у Индии есть сосед Пакистан, который может поделиться своим оружием с другим мусульманским государством неподалеку от Индии. Потому что дурной пример заразительный. И то, что Путин ссылается на то, что якобы он ничего нового не придумал, он всего лишь повторяет шаги Соединенных Штатов, которые разместили тактическое ядерное оружие в Германии, в Турции, в Италии, в Греции, он лукавит. Дело в том, что это было все размещено задолго до того, как ядерные державы подписали договор о нераспространении ядерного оружия. А вот Путин этот договор нарушил. он пытается как-то выйти из положения но вряд ли у него получается. Глупые люди конечно ему верят до сих пор. Он любит вешать лапшу на уши. Это вот то, что касается ситуации с Украиной. Я сейчас не хочу отвлекать ваше внимание на то, какова перспектива этой войны. Хотя может быть двумя словами скажу мое видение. Значит вы все знаете о том, что начальник объединенного штаба вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли неоднократно и в последний раз совсем недавно буквально вчера или позавчера заявил о том, что его прогнозы по поводу завершения войны не совсем оптимистичны. То есть он сомневается в том, что Украина сумеет победить Россию до конца этого года. Что по всей вероятности война перенесется на следующий год. Марк Милли очень талантливый военный эксперт. У меня нет никаких сомнений в его квалификации. Он безусловно основывает свои прогнозы на том опыте, который Соединенные Штаты накопили и в Афганистане, и в Ираке, и в Ливане, и в Сирии, да и других, скажем, точках земного шара. И тут я вам должен сказать, на мой взгляд, это всего лишь мое мнение, может быть, не такое авторитетное, разумеется, как у Марка Милли. Я думаю, генерал Милли недооценивает некоторые вещи. Первое, главное, военные действия, которые проводили Соединенные Штаты, проходили на территориях стран, которые защищали себя. И они защищались лучше, чем Россия наступает в Украине. Дело в том, что и Ирак, и Афганистан, и Сирия, и Ливан, они защищали свои земли то ли от оккупантов, то ли от, скажем, тех, кто хотели принести демократию на их землю. Это не имеет большого значения, но одно дело, вы на своей земле защищаете свои дома, а другое дело, когда вы пытаетесь учить другую страну на ее территории, как вы считаете нужной этой стране развиваться. Дело в том, что политическое руководство страны России, конечно же, полное энтузиазма, хочет доказать всему миру, что только они знают истину, что только они могут показать правильные дороги украинскому народу, вывести его, так сказать, на чистую воду, на чистую перспективу развития. А ведь армия, которая находится на территории Украины, она не чувствует этой правды, она не чувствует необходимости сражаться на чужой территории за чужие какие-то идеалы, даже если это Путин, даже если это Патрушев, даже если это Медведь, Матвиенко, Володин, их мало волнует эти лица, они понимают, что они находятся на чужой территории, на чужой земле. Сколько бы Путин не объяснал, что история не такая, а всякая, вы понимаете, и Украина есть Украина, весь мир признает Украину по границам 1991 года, а эти солдатушки, особенно молодежь, она находится за пределами границы, которая проходила в 1991 году. Это чисто психологически, эмоционально дает им представление о том, что они топчут чужую землю. Вот Марк Милли, по-моему, недооценивает. Я сейчас скажу почему. Потому что я, например, придерживаюсь мнения о том, что вот еще контрнаступление не началось. Но уже паника и истерика посеяны в душах не только солдат, не только офицеров российских. Паника и истерика поселились на экранах российского телевидения. В душах как пропагандистов. Вы посмотрите на того же Попова, на ту же Скобеев. Они, когда задают вопрос своим так называемым военкором, которые сидят на чужой земле, они интересуются, ну что, появились эти Леопарды, появились эти Абрамсы. И как вы думаете о военкорах вашем? И как вы думаете, это внесет какие-то изменения в расстановку сил? Военкор, он, в общем-то, журналист. Откуда ему знать? Это внесет какие-то... Ну если даже узнает, он же об этом не скажет. Его же сразу уберут. Это сам вопрос говорит о том, что пропагандисты вроде Скобеева и Попова, они уже полны паники, что появятся Леопарды, появятся Абрамсы, Челленджеры перед глазами этих юнцов, 18-20-летних юнцов, которые на чужой земле. И вы знаете, что произойдет? На мой взгляд, я мог ошибиться, но мы же мы увидим, произойдет массовое бегство, массовая паника. Мы скоро увидим, как трусливая русская армия бежит домой, покидая и Донбасс, и Луганск, Донецк, и Луганск, и даже Крым. Мы в этом увидим. Дело в том, что я еще один довод приведу против тот же Марк Милле, которого я очень уважаю, кстати, и не только он, и другие генералы из Соединенных Штатов, и политические лидеры, в том числе и Байден, в том числе, может быть, даже и его помощник по национальной безопасности, Джейк Седрован. Эти люди до начала вторжения были уверены в том, что российская армия займет Киев в течение максимум одной недели. Это были именно вот такие вот эксперты. Знаете, почему? Не упрекайте их. Они исходили из нормальной классики. Они исходили из того, какое сопротивление они видели со стороны иракцев, со стороны афганистанцев, афганцев, со стороны сирийцев, ливийцев, которые защищали свою территорию. Как трудно им было вводить свои войска, даже после артиллерийских цалпов по всему Ираку, как трудно было вводить войска в Багдад. Это они видели. Они исходили из этого. Но они сравнивали ситуацию в Украине с грузинской ситуацией. Грузия, которая, в общем-то, это небольшое государство, четырехмиллионное население, да и то, это маленькое государство оказало достойное сопротивление русской армии. Но действительно, русская армия готова была занять Белисси. Давайте не будем себя обманывать. Путин был очень близок. он стоял в 20 километрах от Белисси. И только звонок Джорджи младшего Буша остановили танки. Безусловно. Это большая заслуга Джорджа Буша. Хотя это недоработка Буша. Он должен был заставить Путина убраться с территории Грузии окончательно и бесповоротно. Не добившись этого, мы получили Украину. Так вот, это уже отдельная тема. Я отвлекаюсь. Я знаю, что многих будет интересовать и вопрос о том, что же произойдет по итогам всего этого. Скажем, на постсоветских конфликтах. Как отразится это на постсоветских конфликтах? Безусловно. Если произойдет то, что я ожидаю, то есть тотальное поражение России, тотальное бегство и трусы с русской армией, то, естественно, это мне будет говорить о том, что и грузинский конфликт, грузино-абхазский, скажем так, и молдавско-преднестровский конфликт, и, ну, естественно, украинский, они решатся сами по себе. Тихо, спокойно, те же Абхазы, те же Северные Осетины, или Южные Осетины, извините, они все поймут, что деваться некуда, России, как гаранта, уже нет, и, естественно, найдут компромисс с центральными властями, скажем, Грузии. То же самое произойдет Приднестровье, не имея такого гаранта, как, скажем, Кремль за спиной, Приднестровье сложит оружие и упадет многим центральным властям, и согласятся, так сказать, на центральную, на власть, молдавскую власть и Приднестровье, юрисдикцию, будет правильно так говорить. Но вот, что касается Нагорно-Карабахского конфликта, вот по этому поводу у меня очень серьезные сомнения. Да, Россия будет обезглавлена. Да, Россия будет обескровлена. И, в общем-то, ни с военной, ни с политической, ни с дипломатической точки зрения, она не будет представлять серьезные угрозы для окружающего мира. И вполне возможно, что сразу нет, но после определенного периода, короткого периода, я вам сказал, произойдет распад России на национальные квартиры. Но, что касается центральной власти, которая останется от того, что сегодня называется Российской Федерацией, вот центральная власть, кто бы не пришел к власти, они так просто из Азербайджана не выйдут. Почему? Очень просто. Потому, что Илхам Алиев не только сам пригласил Рощерком пират. И это очень серьезное основание для пребывания российских так называемых миротворцев. Он заинтересован в том, что они там продолжали оставаться. Вот в чем беда, потому что одновременно это миротворческие так называемые бандиты российские, они служат для него неким гарантом пребывания у власти. Даже если завтра Путина не будет, придет Распутин, эта армия будет вроде бы защищать Илхам, потому что он подарил им землю. Он преподнес им подарок в военную базу на территории Азербайджана. Именно поэтому он хотел если вдруг завтра у Илхама расшатается трон под ним, то, не словом отражает самая бандита, они придут займут Баку по его приказу, приглашению. Займут Баку, уверяю вас. И подавят жестоко, подавят население или армию, которая поднимется против Илхам. Вот для чего ему нужны эти миротворцы. Теперь давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения Армении и с точки зрения тех армян, которые живут на территории Верхнего Карабаха. Выгодно ли им эта ситуация? Я глубоко сомневаюсь. Дело в том, что состояние ни мира, ни войны. А это подразумевается, если там российские миротворцы, Илхам никак не может объявить эту территорию российской. Россия просто де-факто будет там сидеть 50 лет, 100 лет. Никто их оттуда выгонять не будет. Так планируется. И скорее всего армянскому населению верхней части Карабаха было бы выгодно иметь там место русских миротворцев европейских или международных под эгидрой ООН. Почему? Дело в том, что российские миротворцы не заинтересованы в том, Россия сегодняшняя и завтрашняя не имеет значения, она не заинтересована в том, чтобы эту землю объявить независимой и подарить местным армянам. С чего это вдруг? Россия когда-нибудь делала подарки другим государствам? Нет, конечно. Территориальные армянам? Нет. Даже не ждите, не надейтесь. Это сказка. Другое дело, Россия будет заинтересована в том, чтобы этот конфликт длился вечно. Чтобы они там сидели и помогали то армянам, то западжанцам, то армянам, то западжанцам. В этом заинтересована Россия. Если в этом заинтересованы армяне Верхнего Карабаха, флаг вам в руки, как говорится, живите в состоянии ни меры, ни войны и жалуйтесь международному сообществу, что вас, так сказать, Илхам Алиев игнорирует или оккупирует, или что хотите называть. Это уже ваша вина. Дело в том, что если вы обращаетесь к международному сообществу, то международное сообщество в лице европейского, европейских структур, тех же Соединенных Штатов, предложит вам свои услуги. Выговорите русских, мы придем, мы наведем порядок, безусловно, это будет порядок. Цивильный порядок. И для армян, и для азербайджанцев. Потому что армяне в этом случае обязательно получат свой статус. Минимальный, максимальный, какой? Автономный, культурный, не имеет значения, статус. То есть они будут уже иметь представительство официальное, юридическое. Их будет Илхам Алиев или Мамед Ибрагимов, кто будет следующим президентом Азербайджана, он будет вынужден называть их по имени-отчеству. Господин такой-то, председатель, президент, министр и так далее. Как хотите называйте. Это могут обеспечить только европейцы. Имейте в виду. За этом заинтересованы Азербайджаны. Как нация, как государство, не как Илхам Алиев. Заинтересованы Азербайджан прежде всего потому, что европейские структуры или даже международные структуры и Соединенные Штаты в том числе, они заинтересованы, чтобы эта территория юридически принадлежала азербайджанской власти. Это не говорит о том, что азербайджанская центральная власть должна делать на этой территории все, что вздумается. Нет, Тот статус, который определят, он будет обеспечивать и права, и обязанности людей, которые там живут, и права обязанности центральных властей. А это означает, что наконец-таки и те азербайджанские семьи, которые когда-то проживали на этой земле, вернутся в верхнюю часть Карабаха и будут жить по соседству с армянами Нагорова Карабаха. Ведь ваши даже руководители говорят, мы не с народом воюем, мы воюем с руководством Азербайджана. Но если вы не воюете с народом Азербайджана, ну, я думаю, что вы уживетесь и с азербайджанскими семьями, мирными, безоружными, без полиции, безусловно. Другого выхода нет, на мой взгляд. Ну, а что касается, скажем, возможностей этого, сегодня, вы знаете, обратите внимание, позиция Илхама Алиева по этому вопросу и по перемещению азербайджанских жителей туда, и по приглашению иностранных вместо российских миротворцев зарубежных, я имею в виду европейских, по всем этим вопросам основным, и по контролю лачинской дороги, лачинской границы с Арменией, по всем этим вопросам позиции Илхама совпадает с позицией Кремля Нагорного Карабаха, совпадает с позицией оголтелых националистов в верхней части Нагорного Карабаха, и оголтелых националистов в Ереване. Но этому противоречит позиция Никола Пашиняна. Никол Пашинян понял. Я сейчас не хочу сказать, что он гениальный политик. У него тоже есть военедостатки. Дело не в этом. Но он-то прекрасно понимает, что только с участием Европы, только с участием западных стран можно добиться компромиссов и цивилизованных взаимоотношений двух стран Армении и Азербайджаном. С учетом признания территориальной целостности и суверенитета каждый из двух. Большое вам спасибо за внимание. До следующих встреч.